всем привет в данном видео будем строить линию капота ну по факту здесь будет линия не одна здесь их будет некоторое количество вот я предлагаю для начала определиться с той линией которая будет у нас показывать вот эту центральную но до какого момента она будет продляться то есть что имеется в виду я попробую тут найти капот в принципе вот он и сказать что все остальное пока что скрывается да ну здесь самый простой вариант который как бы напрашивается то чтобы все это дело сделать это просто напросто включить сетку и соответственно построить кривую первой степени и спроецировать ее на мэш то есть ну я пока буду делать вот такую короткую мне она слишком большая не нужна вот это видео на на чуть-чуть выйдет по длине чем предыдущие все потому что здесь такие ну более-менее скажем сложные кривые то есть вот это сразу в темп вот осталось у нас вот это вот кривая я тут предлагаю как бы сделать опять же такой вариант взять мышь он нам уже не нужен так только вернуть все на место взять вот эту вот кривую вот эту спроецированную вот эту все остальное скрыть нам нужно только вот эта часть ну то есть и соответственно я пока цвет удалю чтобы было более менее нормально видно то есть создаем второй степени кривую вот тут я ее до конца ну доводить но можно доводить она принципе там главное чтобы она не заворачивалась так сказать внутрь вот тут можно ну можно вот так поставить то есть не обязательно полностью взять свишку соответственно подвинуть это все дело так как нам необходимо ну то есть придать форму да то есть тут будем чуть-чуть двигаться вперед и чуть-чуть все это дело ну приблизительно вот так то есть соответствует она там вроде как соответствует но дело в том что здесь вот эта часть она идет по максимуму то есть она идет по выдавке вот поэтому я возьму вот так скажу по нормали вот эту часть то есть только вот эту свишку вот эту и чуть-чуть ее опущу ну то есть как бы здесь получается вот эта выдавка она чуть выше идет поэтому мне надо опустить это чуть чуть ниже ну на высоту выдавки я не знаю там конечно какая высота не могу я сказать точно вот я должен сделать это приблизительно вот так соответственно здесь 2 степени на очень легко корректируются я возьму вот эту часть выдвину вот так подальше ну тут в принципе можно тоже чуть подтянуть она чуть чуть получается как бы она чуть ниже чем выдавка ну понятно у нас выдавка будет выше соответственно вот такой вот вариант то есть это по факту первая часть она нам что показывает тут как бы тоже желательно разобраться что тут она нам даст ну для начала вот эту часть то есть вот тут приду возьму кривую ну мышь кривую вот эту группу можно уже забрать то есть она там как объект вот эту и спрятать в темп то есть она не нужно взять кривую вот эту и взять кривую вот эту ну вот и соответственно сказать height unselected и вот тут на виде сверху все это дело подровнять то есть extendом сказать что у нас вот эта часть идет вот сюда ну то есть control alt привязка и дальше и тут вот как бы она не достает да по идее поэтому line соответственно по позиции она чуть-чуть выше поднимется но в этом никакой сложности нет там совсем совсем чуть-чуть она поднимается то есть вот мы ее при лайнере вот эту часть теперь делаем вот так да то есть открываем все говорим visible вот и тут получается у нас такой момент что нам необходимо найти ну даже не то что найти построить кривую которая у нас будет вот это вот для среза вот этого то есть я предлагаю здесь взять кривую третьей степени прийти вот сюда пока сюда в любой момент это мы все можем поменять то здесь сложности я не вижу то есть построить ее вот в эту часть искать что она у нас симметричная да то есть сказать что вот эта кривая имеет симметрия вот она там выровнялась а теперь мы соответственно забираем вот эту кривую и вот эту кривую все остальное height unselected и она нам дает возможность доделать ее так сказать до ума что имеется ввиду extent merge мы скажем ну историю построения нам здесь она уже не нужно то есть мы вот так вот ее сказали да и теперь видим как должна подниматься вот эта часть то есть я возьму инструмент модификации кривых вот она там история построения удалиться на меня как бы это особенно не интересует возьму вот эту часть и привяжу его так вот сюда но тут как бы такой момент по поводу графика кривизны он таким быть не должен соответственно берем все вишки ну тут сразу можно уже поставить симметрию вот тут взять симметрию вот тут взять свишку и потащить это все дело ну каким-то образом вот так то есть и соответственно удалить локатор то есть у нас получается мы вот этой частью тут как бы еще такой момент что если я верну все это на место и теперь возьму 3 кривых то есть вот только получается мне нужна вот эта кривая мне нужна вот эта кривая мне нужна вот эта кривая и все остальное вскрыть да то в данный момент мы можем просто напросто и лайном то есть позже 0 при олайнится сначала сюда потом при олайнится сюда ну и заодно проверить чтоб там все было плоскости то есть все нормально вот теперь они у нас там завязаны и и нам получается вот эта кривая вот эта центральная она нужна была для того чтобы правильно построить форму вот этой кривой то есть если я теперь все это дело отображу мы вскрою то если мы возьмем вот эту кривую вот эту кривую вот эту и вот это у нас вот вот такая часть получается но тут как бы можно разными способами поступать именно для того чтобы сделать потом вот эту вот поверхность тут можно вот этот кусок то есть это большая кривая можно ее укоротить до какой-то части то есть уменьшить и соответственно получить такой вариант но тут получается еще один вариант ну как бы это завязка идет вот в этом месте то есть я получается кривую строил вот так но мне то есть ну как бы можно перепутать я специально этот вариант показывает что было понятно то есть я его потом подправлю чуть-чуть это не сильно сложно мне нужно по идее взять вот эту кривую вот эту сделать control копия control пейс вот и поскольку у меня вот тут я сначала сделаю это на виде сверху вот туда мне нужно эту кривую подвинуть вот так даже чуть-чуть дальше где-то приблизительно вот так там все таки и получается у нас сам филет идет но желательно смотреть куда ее подвигать то есть я в данном случае подвину ее чуть чуть дальше вот до вот этого момента вот тут вот так получается если я мэш уберу у меня вот отступ пошел вот он то есть там будет этот порожек но ее желательно приподнять то есть она у нас как бы на том месте где необходимо но ее желательно приподнять по z то есть приподнять ее до вот этого состояния ну вот так например то есть тут пускай на там мэш чуть-чуть заходят я вот этот мэш не учитывая вот этот поворот потому что там конечно не все так сказать гладко в датском королевстве там единственное что можно сделать это вот этот порожек вот это да если его параллельно делать пускай остается параллельно если нет то можно его чуть-чуть за севишку потянуть вот в эту сторону вот я пока оставлю вот так посмотрю что из этого получится то есть у меня вот есть кривая то есть мне нужно сделать кривую среза капота то есть получается она на нужном месте у меня стоит все меня устраивает там я просто согласен с вот этим вариантом и теперь получается мне необходимо сделать кривую третьей степени ну для начала третий то есть как бы то есть я привязываясь сюда и соответственно привязываясь вот сюда вот тогда делаю ее симметричной все равно эти все кривые можно подправлять тут как бы скажем так ничего сложного нет вот мне нужно что взять то есть я возьму кривую вот эту она здесь вот одна и та же и возьму соответственно мышь это капот то есть мне нужно найти капота вот она эта часть и скажу хай там selected наверное скорее всего так будет удобнее работать потому что то есть мы понимаем что она там на нужном месте находится то есть мы крайние точки не трогаем значит нам надо придать форму то есть я соответственно это кривая для отрезания капота то есть я ее потяну вот сюда опять же возьму поставлю пивот по центру сделаю скейл то есть делаю скейл до той степени пока меня там это все дело как бы не устраивает да здесь мне степени явно не хватает потому что я вот в эту точку же пришел а там вот не прихожу поэтому я скажу 5 вот и станет все повеселее гораздо то есть теперь возьму вот эти скажу центр пивот и соответственно скейл доведу это все дело вот до такого состояния то есть попал я туда в капот ну по факту попал можно чуть-чуть если там какие-то скажем так проблемы есть то можно чуть-чуть вот это уменьшить вот это вот так даже вот а вот эту сивишку потянуть приблизительно вот так то есть можно это все аккуратно подровнять можно даже еще чуть-чуть тут опять же если мы одну сильно про прогибаем скажем так то вторую посильнее выводим наружу но я остановлюсь вот так меня это вполне устраивает и вот то есть у меня это кривая она как бы вспомогательная она ни на что там не влияет и иль только надо пристыковать скажем вот и теперь тут конечно бы желательно все это дело вернуть на место искать визи был и получается я заберу теперь две кривых то есть вот эту кривую вот эту которую я ставил то есть вот эту и соответственно мышь то есть вот эту часть и пока что все остальное скрою мне так принципе удобно здесь как бы такой вариант хочется сделать чтобы по касательные хотя бы кривая проходила то есть сказать что она там вот тогда она будет вот то есть почему там важно за вот этими всеми моментами следить потому что вот эти вот части но опять же тут как бы вопрос возникает такой она там на самом деле идет по касательной или нет то есть если она идет по касательной значит мне вот эту точку ну я так приблизительно сделаю то есть у меня есть вот севишки да и мне получается вот эти севишки придется тянуть но вот до какой степени до тянуть то есть я просто показываю насколько это должно будет уходить поэтому я это все возвращаю назад вот эту часть зайду сюда скажу не надо вот так оставлю то есть у меня как бы возникает вопрос ну вот при вот этой селе при вот этом всем движении стоит ли ее пускать именно по непосредственно хотя бы по касательной либо можно оставить вот так тут конечно по самому мишу вот по вот этой части да даже если посмотреть то есть можно взять севишки вот тут вот эту и где она тут вот она и потянуть я все равно не настолько ее как бы должен тянуть то есть она вот уходит она вот ну чуть-чуть может максимум сместиться там но она все равно не будет как бы попадать там вот чем вся беда конечно хочется здесь и и чтобы она проходила хотя бы вот здесь единственное как можно попробовать поступить в этой ситуации то есть взять кривую вот эту взять вот эту попытаться ну по крайней мере как бы такой вариант ну опять же взять мышь то есть вот этот все остальное скрыть вот если я предположим увеличу степень до семерки то у меня вот тут появится севишка дату я смогу как бы вот тут больше этот заворот сделать ну опять же так сказать для того чтобы это все наглядно показывать да можно сказать что это 7 а вот она вот там появляется и тут ну я даже скажу грубо говоря 9 вот так пускай пока будет вот так это так сказать промежуточный вариант и если я вот тут вот скажу что это идет сюда то у меня подвигается только вот эта часть то есть как бы я все равно выхожу за пределы вот этого момента ну то есть вот куда выскакивает а мне она как бы нужна там я поэтому это делать не буду то есть я сделаю реверт соответственно вот эту кривую верну до пятой степени вот тогда пускай на такое будет она все равно срезает капот то есть ну я думаю так там конечно в оригинальном видео это все дело делается по касательной но если по касательно это все дело делать то мне придется изменять вот эти кривые чего особенно не хочется делать то есть можно конечно аккуратно подправить она все равно выйдет получается выйдет она чуть чуть дальше то есть я верну вот это на место вот тут еще как вариант как можно поступить в данном случае можно вот эту сивишку вот эту сивишку загнать чуть чуть дальше ну то есть перевести то есть сказать что вот это сиви именно вот это вот этой кривой и двигается дальше то есть двигается вот сюда ну и можно ее чуть чуть назад вернуть то есть если я пойду вот таким способом то у меня тут как бы продление пойдет вот как раз ближе к тому что мне необходимо я даже могу и и чуть чуть еще дальше подвести вот так но на том да там не будет сочетаться но как бы меня особенно это не напрягает вот и теперь если я попробую сделать и line вот этой кривой ну позже один соответственно да вот сюда вот и посмотреть как у меня там эта ситуация изменилась но она тоже сильно не меняется то есть мне при любом раскладе придется двигать вот эти сивишки чего я делать не хочу потому что у меня предыдущая кривая вот на нужном месте находится поэтому я опять же сделаю реверт вот ну я бы конечно все это дело вернул назад ну тут вернуть легко то есть взял бы вот эту сивишку и искал бы она возвращается вот сюда то есть и все останется на месте ну здесь как бы получается такая ситуация что чем-то надо так сказать пожертвовать либо мы оставляем бескасательной вот эту часть либо мы соответственно по касательной выравниваем вот сюда то есть такой себе момент вот но если стремиться ближе к мыши то соответственно мы там должны по идее получить такой себе правильный вариант я почему на вот эту вот уступку так сказать пошел потому что вот здесь вот здесь вот у меня более-менее адекватные кривые то есть вот этот вот эта поверхность будет маленькая да потом следующая поверхность ну то есть по идее она как-то будет более-менее адекватного вот в чем так сказать беда вот это поверьте вот это у нас кривая получается только то та которая делает отрез капота а вот эту кривую я пока что но ее тоже можно как бы подровнять то есть ее можно в данном случае сделать вот так то есть и вишку вот эту потянуть только взять вот эту притянуть ее вот сюда и соответственно вот эту себе взять саму сивишку и опустить это все дело с контроль альтом да вот сюда вот так вот ну чтобы они там как бы выходили типа из одного места единственно только это кривая вот она внизу там лежит которую я время от времени скрываю да то есть вот таким образом и получается линия отрезок капота у нас вот такая то есть я возьму капот ну то есть это умеющим пока не достроил заберу вот эту кривую и соответственно все опять же скрою то есть ее желательно тут достроить да ну вот эту именно часть но опять же кривая третьей степени я привяжусь вот так и вот так то есть неважно вообще где она строится потом ее можно сдвинуть можно сразу проводить здесь как бы такой вариант кому что удобно вот сказать и что она симметричная и сказать что она экстендится ну до какого-то определенного момента мы предположим чуть-чуть ну вот так например там немножко смещен еще вот линия видно то есть вот идет одна линия а вот линия чуть смещен капот поэтому можно ориентироваться по какой-то одной стороне вот ее бы конечно поднять то есть если я возьму вот эту кривую так ну-ка включу ее бы поднять вот эту вот кривую вот эту на вот этом виде соответственно в нужное положение можно с контролом прям вот так привязаться пускай она будет и мы теперь получаем то что необходимо то есть она в том месте где нам нужно ну я бленд использовать не буду он мне так сказать нафиг не нужен в данной ситуации я просто напросто сделаю ну как то вот так вот и скажу что это все дело лайнится по кривизне вот сюда и теперь у меня есть возможность это все двигать то есть мне так удобно то есть там париться с этим блендом пытаться там все это дело переключать вот один раз приоланил подвинул и на этом как бы весь разговор закончился ну можно чуть-чуть подвинуть опять же есть возможность все это дело чуть-чуть менять ну вот так меня устраивает то есть у меня все вполне устраивает в данном случае то есть я вот это выключу вот этих кривых тоже все это дело выключу соответственно получается как бы такая ситуация что у меня эта кривая она ну симметричная вот я поэтому возьму вот эту кривую скопирую на другую сторону то есть мне надо ее скопировать по xz вот так вот и теперь можно попробовать порезать кривую то есть я историю построения удалю понятное дело вот если я буду ее вот так резать у меня получается один кусок вылетит то есть тут тоже такая как бы ситуация веселая довольно таки я возьму сделаю вот эту и вот эту кривую я включу вот так то есть тут получается такой момент что у нас кривая целая одна вот эта большая если я ее режу мне надо поставить ну по факту если я воспользуюсь вот этим инструментом вот этим то есть вот я только в одном месте могу поставить да и здесь вот тоже не могу это сделать то есть получается мне надо каким-то образом это все довести до ума я могу выкрутиться из положения вот таким способом да extend not merge и вот отсюда прям прям сюда вот так сделать это все то есть варианты здесь разные то есть вот эта длинная вот эта короткая вот эту длинную я просто-напросто кину в темп вот так ну мне конечно не мешало бы так сказать поменять то есть я возьму кривую вот эту скопирую ее на другую сторону вот так а вот эту удалю да только получается я удаляю ту которая мне нужна то есть мне надо вот эту удалить вот эту ну чтобы там симметрия была и теперь получается я вот эту кривую тоже удалю вот вот таким вот образом ну в принципе такой способ замысловатый но я его показываю мало ли в какой-то ситуации он может быть и пригодится то есть у меня есть вот эта вот часть для среза капота соответственно достаем это все дело на место вот возвращаем да вот этой кривой я отключу и сделаю ее невидимой пока что то есть здесь вот эта кривая она выше капота ну то есть как бы она проходит и теперь получается такой себе вариант что мне то нужно изменить одну кривую то есть мне нужно взять кривую вот эту и кривую вот эту вот вот и переставить то есть вот эту точку переставить вот сюда ну соответственно если я просто напросто все остальное скрою это оставлю то у меня есть возможность это сделать ну как на мой взгляд довольно быстро то есть пойти в модификацию сказать я хочу вот эту кривую изменить то есть согласиться с потерей истории вот взять вот эту часть и перенести ее вот сюда она там будет кричать ругаться ну у нас же есть симметрия то есть и все становится на свои места вот она быстро перенеслась и соответственно все это дело отобразить есть если теперь перепроверить то тут ну-ка здесь вот еще мне кажется что ну да здесь изменилось то есть там привязка была вот эта привязка да поэтому мне надо тоже с этим так сказать справиться ну там сместился центр поэтому то есть я возьму стретч возьму удалю отсюда историю построения соответственно возьму вот это и перенесу все это дело вот таким вот способом на место она конечно кричит что там что-то не то ну если что-то не то можно отобразить просто-напросто вот так и сказать что все севе можно ложатся на по сетке на кривую и соответственно отключить вот она там чуть-чуть перебазировалась то есть кривая поэтому можно сказать Object Edit Line соответственно по позиции ну и опять же это вот сюда это вот сюда то есть если там что-то будет меняться она будет передвигаться мы будем видеть что ну что-то не то да вот ну тут как бы опять же я даже не знаю правильно я сделал или нет то есть тут лучше себя всегда перепроверять теперь получается если я ее вот так сделаю все-таки зря я конечно это сделал историю я удалю вот и наверное скорее всего верну вот это на место потому что она все-таки достает вот до капота поэтому ну такие ошибки в принципе это не ошибки просто лучше конечно это все завязывать по тому как бы то есть она получается здесь завязана на вот этой линии капота то есть не вот там на линии обрезки а вот тут на линии капота поэтому за этим тоже надо следить вот и сделаем ее еще разок симметричной ну как бы запутаться конечно в кривых довольно таки легко хотя она вот проходит там где надо то есть она изначально стояла правильно поэтому я тут немножечко поспешил так сказать вот и поскольку оно там все на месте и осталось то я еще раз делаю line то есть вот это вот сюда и вот это вот сюда и проверю чтобы не было нигде никаких моментов ненужных то есть вот она эта линия капота ну она здесь как бы не одна скажем то есть она я ее так называю линия капота ну там их какое-то определенное количество то есть если в данный момент пока мы там еще ничего особенно не создавали я вот возьму например инструмент несколько generation и две рельсы и соответственно выберу вот это три и выберу вот тут и вот тут но это так это приблизительный вариант то есть вот у меня получился получилась поверхность капота вот она то есть она выглядит вполне себе отлично ну мы можем конечно ее проверить ну это такая предварительная пока часть вот то есть она выглядит ну будет выглядеть вот так если мы вернемся на центр то есть она по идее наверное так и идет ну может быть и не сильно и так ну по крайней мере у нас есть теперь на что опираться то есть вот в этом случае мы получается получим хорошую такую поверхность она вот из двух спанов состоит ну как бы это в принципе нормально если мы отрежем то здесь будет пять на пять соответственно будет один спам то есть у меня вот как бы по этой поверхности такая вот часть она конечно здесь вот довольно веселый график кривизны имеет ну может быть он и такой я точно не знаю но то есть это по одному направлению соответственно по другому направлению у нас надо наверно график кривизны чуть-чуть поменьше сделать ну пускай будет восемь нет восемь наверно маловато десять пускай будет вот так то есть она вот такая вот веселая часть ну опять же я не знаю точно такая ли она на самом деле но в общем у меня получается она вот такой ну как бы меня вот эта вот поверхность вот эта поверхность она по всем параметрам фактически устраивает то есть я если например ну я так забегаю вперед вот если например взять ту же поверхность и взять тот же мышь кусок вот этот да и все это дело так сказать убрать и у зебры сделать попрозрачнее все это дело посмотреть можно чуть-чуть еще и скрыть сетку чтобы не мешало она там будет отличаться то есть на самом на самом мыши вот она не стыкуется зеброй почему по вот этим полосам вроде как все нормально но она вот тут вот 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 у нее начинается прогиб вот чем так сказать сама беда то есть она нам как бы подсказывает вот в данном случае ну меш здесь принципы меш соответствует более-менее тому варианту который есть на самом деле скажем вот тут что она нам подсказывает она нам подсказывает то что вот этот вот ряд вот этот ряд хочет подняться то есть ну я пока так сказать поиздеваюсь над поверхностью то есть по нормали халл он там историю построения удалить ну ничего страшного то есть она нам даже тут не подняться он просит он подпросит вот опуститься то есть еще опускать вот она по идее должна быть вот такой то есть если мы сейчас пока отключена должна быть вот такой скорее всего то есть она вот должна закругляться то есть не ровно идти а закругляться ну мне пока эта поверхность как бы особо не нужна то есть я просто показал если ее сделать симметричной да то она там опустится так как необходимо то есть она должна быть вот такой с прогибом с вот этим вот если внимательно анализировать референсы то соответственно там это все видно то есть она не такая себе ровная как мы ее представляем ну просто в нескольких вариантах создания Bugatti вот именно Chiron там просто делают ее ровно но она не ровная ну и вернем Mesh на место то есть я переключусь вот этот режим адекватный скажем то есть у меня получается вот такая часть я здесь распределял приблизительно кривые таким образом то есть достроить кривые капота потом построить кривые лобового стекла вот но я наверное скорее всего увяжу постройку кривых лобового стекла вот этих с дополнительной линией крыши то есть вот тут ну так сказать я все равно наперед забегаю вот тут нужно нужно взять вот эту кривую которая идет и ее прогнуть вот внутрь ну то есть как бы если так сказать нарисовать этот вариант дополнительная кривая будет идти ну внутрь вот так да то есть вот это blend вот это blend ну там я так нарисовал то есть мне нужно вот эту кривую во-первых повернуть внутрь и опустить так чтобы у меня получалась вот эта вот внутренняя поверхность то есть ну и соответственно здесь такой вариант что лобовое стекло здесь по касательной с крышей ну и складывается такое ощущение то есть надо будет еще и смотреть на этот вариант я попробую наверное скорее всего в следующем видео завязать это все вместе ну заодно посмотрим как это все будет ну то есть мне желательно сделать лобовое стекло и вот эту вот часть крыши вот это ну а дальше самое последнее что останется ну по факту скажем это вот это вот задняя часть то есть бампер кривые простроить и вот этот вот вот эти кривые которые идут на вот этой части ну то есть получается еще как минимум две части кривых одна по лобовому стеклу и крыша можно конечно лобовое стекло сделать вообще просто отдельно так сказать тупо вот не совмещая ни с чем ну можно попробовать совместить но я посмотрю либо разобью лобовое стекло отдельно и крышу отдельно и потом задний бампер вот либо совмещу лобовое стекло с линией вот этой вот крыши и на последнюю часть оставлю на несколько может быть последних частей оставлю кривые заднего бампера то есть с этой пока все то есть на этом я вот эту часть переключу так как делал то есть как бы прогресс должен быть по идее и верну это вот обратно то есть получается капот вот он да со всеми теми линиями которые на него влияют вот то есть соответственно в следующих частях будем двигаться дальше в общем все и вот и вот и и Продолжение следует...